Когда еще была армия служителей закона, они просто звучат революционно, потому что апостол Петр говорит, что он грехи наши сам, то есть не вы его туда послали на крест, он сам добровольно пошел на крест и избавление от грехов не через жертвы, а через его раны, в которых и исцеление. Друзья мои, сегодня мы это принимаем верою, это все работает сегодня для нас, исцеление в его ранах и наши грехи он забрал на Голгофу, и у нас сегодня такое служение, я верю, что Господь сегодня многих грехи просто еще докажет в том, что они забраны уже. И поэтому, друзья мои, я приглашаю, давайте мы возвысим наш голос и недонадушно просто прославим нашего Господа, воздадим ему славу за его милость, за то, что он совершил спасение для всех человеков и для нас, которые принимаем это верою. Молимся наш добрый Господь, мы тебя благодарим Господи, мы тебя славим Боже за то, что ты сам пошел Господи и принял это спасение Господи, подарил нам это спасение, которое мы принимаем его верою Господи. Ты пошел на Голгофский крест, ты умер и ты воскрес, и в твоих ранах, Господи, мы имеем исцеление и избавление от наших грехов. Я благодарю тебя, Боже, я славлю тебя, Господи, и в это время мы нуждаемся, Боже, благослови это служение, псалмы, молитвы, твое слово, пусть оно будет сильным, помазанным, Господи. Дух Святой, ты сегодня делай свою работу в нашем служении, аллилуйя, мы уповаем на тебя, мы доверяем тебе, Господи, мы верим тебе, Боже, аллилуйя, ты сильный Господь, пусть твое имя будет прославлено в нашем служении, во имя Иисуса Христа, аминь, аллилуйя. Мы поем, жертва Иисуса Христа, я спасен, ранами Его я исцелен, и это служение, когда мы говорим об этом, когда мы верим и мы провозглашаем, Когда мы вновь и вновь и с победами напоминаем, друг другу напоминаем в духовном мире, что есть жертва Иисуса, которая взяла на себя все грехи, есть Агнец Божий, который понес на себе твой и мой грех. И если я верю в Его раны, исцеление течет для меня, Его раны исцеляют сегодня, сегодня ты можешь быть исцеленным, через раны Иисуса Христа, аллилуйя. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня, ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения, кровью Иисуса Христа я омыт от греха, Через смерти Иисуса Христа, не дана жизнь вечна, жертва Иисуса Христа я спасен от огня, ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения, кровью Иисуса Христа я омыт от греха, Через смерть Иисуса Христа Недавна жизнь вечная Богослови душа моя, Господа И вся влюбленность моя Святое имя Его Богослови душа моя, Господа И не забывай всем благодиями Его Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня Ранами Иисуса Христа Я и сильен, нет сомнения Кровью Иисуса Христа Я бы отдыхал Через смерть Иисуса Христа Недавна жизнь вечная Богослови душа моя, Господа И вся влюбленность моя Святое имя Его Богослови душа, Богослови душа моя, Господа И не забывай всем благодиями Его Богослови душа, Богослови душа моя, Господа И не забывай всем благодиями Его Богослови душа, Богослови душа моя, Господа И не забывай всем благодиями Его Я верю, я верю в Голгофскую жертву кровь святую Твою И что имя мое, и что имя мое записано на небеса Я верю, я верю в Голгофскую жертву кровь святую Твою И что имя мое, и что имя мое записано на небеса Я верю, я верю в Голгофскую жертву кровь святую Твою И что имя мое, и что имя мое записано на небеса Я верю, я верю, я верю в Голгофскую жертву кровь святую Твою И что имя мое записано на небеса Богослови душа, Богослови душа моя, Господа И вся внутренность моя Святое имя Его Богослови душа, Богослови душа моя, Господа И не забывай, и не забывай Все благодия не Его Богослови душа, Богослови душа моя, Господа И вся внутренность моя, и вся внутренность моя Святое имя Его Я благословю тебя Богослови душа моя, Господа И не забывай, и не забывай Все благодия не Его Богослови душа моя, Господа И вся внутренность моя И не забывай благодия не Бога своего Он просил наши беззакония, Он исцелил наши недуги. Он целитель наш, Он освободитель нас, Он обвис Божий, который был закон за нас. Он сам на себя грех всего мира, Он понес на себя наши проклятия. Он есть адрес, на которого мы взираем, Он есть один единственный, которого мы превозносим. Иисуса имя, Иисуса святое имя, Аллилуйя, Аллилуйя. Голгофский крест, спасение наше, И жертва Иисуса Христа. Не напрасно на полки души своей, Он смотрит с довольством, Он достой, достой, достой. Благословлю имя Его, благословлю во всякое время, Благословлю рано утром Твоё имя, мой Бог, благословлю. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренность, и вся внутренность моя, Святое имя Его. Благослови душа, благослови душа моя, Господа, и не забывай, и не забывай, все блага днями Его. Ты прекрасен, наш Господь, и мы преклоняемся перед Тобой. Мы пришли в это утро, чтобы почтить Сына Божьего, чтобы почтить Анца Божьего, чтобы преклониться перед Его жертвой, прийти на Голгову и поклониться Тебе Господь. Прийти на Голгову и оставить всякое время, оставить всякую ношу, оставить запинающий грех. Сегодня жертва Твоя не напрасно, и крови Иисуса не потеряла силу, сегодня она омывает нас. И мы сейчас провозглашаем крови Иисуса. Сила моя, освобождение моё, прощение моё крови Анца. Мы сейчас провозглашаем, что крови Иисуса омывает нас от всякого греха. Когда мы смотрим на то, что стоит перед нами, Писание говорит, совершайте это во времени, когда я приду. Возможно, Он придёт. Сегодня, когда мы будем участвовать в этом, возможно, Он придёт завтра, и наше сердце будет готово, ожидая Творца, ожидая Царя Славы. И Он придёт, и Его узрят все. Он придёт, как молния с запада на восток. Он придёт в явлении силы и славы Своей, и ты церковь увидишь Его. Благословен Господь. Мы бы хотели, чтобы мы повернулись друг к другу и сказала, Господь скоро придёт. Он скоро придёт. Господь скоро придёт. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя Воистину Господь скоро придет. Аминь. И как минимум на один день это будет уже быстрее, потому что еще один день пришел в нашу жизнь. И как минимум на один день это событие ближе к нам. И сейчас мы все уже мысляно, наверное, устраиваемся на сердце, хотя не только сейчас. Я думаю, мы это делали всю эту неделю. Мы особенно устраивали, мы размышляли о страданиях Иисуса Христа, об этом служении. Но у нас еще есть некоторое время, что мы еще немножко, в том числе, и подготовили свое сердце. И будем молиться, чтобы действительно мы были сегодня не просто участниками, это очень важно, ответственное и благословенное служение, но мы все, мы, абсолютно все, мы были достойными участниками служения. Это правда же? Потому что важно быть участниками, но еще более важно быть достойными участниками. Потому что только достойное участие, оно приносит благословение. Оно приходит в нашу жизнь, и оно приводит свои перемены. Поэтому мы еще будем читать Слово Божие и будем молиться, чтобы мы были все достойными участниками этого служения. А я уверен, Бог этого хочет. Бог хочет, чтобы мы были теми людьми, которые сегодня получат его благословение, которое он приготовил для каждого из нас. Я знаю, что каждый раз, когда случаем это служение, мы читаем послание Коринфянам, первое послание. И я также хочу, чтобы вместе сейчас, мы еще будем читать во время хлебопреломления, но сейчас также перед молитвой я хочу прочитать 11 главу 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите и идите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы видите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть съест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, утверждение себе, не рассуждая о теле Господне. И как пастор Павел говорил только что, перед тем, как я вышел сюда, мы не знаем, сколько раз мы еще будем участвовать в этом служении. Мы знаем, когда это было впервые произведено, когда Иисус впервые провел это служение своим 12 ученикам. И это было, я думаю, великое привилегие быть в числе этих 12 и участвовать в этом служении. Но я хочу сказать, что это великая привилегия твоя и моя сегодня, быть участником этого служения сегодня. Потому что Иисус сегодня, Он тот же самый. И Он сегодня хочет, чтобы мы вкусили от этого хлеба, от этой чаши, и мы получили это благословение. Поэтому давайте мы осознаем, какая великая привилегия нам быть сегодня, участником этой вечери и этого служения. И это служение совершалось на протяжении многих тысяч лет. Уже больше или около двух тысяч лет это служение совершается. И, как уже было сказано, никто не знает, когда будет последнее. Что-то личное будет последнее. Или будет церковь, когда в последний раз она совершит это служение. И после этого она встретится своим женихом с Иисусом Христом. Но сегодня мы имеем эту привилегию. Но вы знаете, из-за того, что, может быть, очень часто мы участвуем в служении, не знаю, кто-то участвовал, может быть, не так много. Те, кто принимал водных лечений недавно, они сегодня будут только второй раз участвовать в хлебопреломлении. Кто-то уже участвовал в десятки раз. Не знаю, сотни, может быть, нет. Но кто-то, может быть, уже много раз это делал. Но я знаю, что каждый раз, когда мы участвуем, мы можем по-новому и по-новому прижать в Божье благословение. И это происходит тогда, когда мы настраиваем наше сердце. Когда мы готовим наше сердце принять в Божье благословение. Потому что иногда из-за того, что, может быть, мы это делаем регулярно, оно может стать каким-то обычным, каким-то стать привычным, и мы как-то теряем, может быть, всю важность и привилегии этого служения. Но я знаю, что Слово Божие говорит, что на всякий раз мы можем получать Божие благословения. Я уверен, что Бог хочет, чтобы мы сегодня получили благословение. Бог хочет, чтобы сегодня мы, каждый из нас, мы не ушли такими, как мы пришли сюда. Но мы пережили что-то очень важное, и Бог что-то важное сделал в нашей жизни. И я знаю, что это Бог хочет сделать. И апостол Павел, прежде всего, я хочу некоторые места, которые мы прочитали, коснуться, и мы будем молиться. И прежде всего апостол Павел, повторяя то событие, и тех юнгаристов, которые уже были написаны в то время, он говорит слова Иисуса Христа, которые он сказал в тот вечер, на той вечере, он говорил такие слова, что «Сие творите», и он повторил дважды, «Сие творите». И когда Иисус говорит в слова «Сие творите», то это как повеление, или даже как приказ для каждого члена церкви, для каждой церкви. Потому что это не воля апостола Павла или других апостолов, но это слова самого Господа Иисуса Христа. «Сие творите» – мое воспоминание. И поэтому каждый раз, когда я участвую, или вы участвуете, это не просто мой выбор, участвовать или не участвовать, но это исполнение Божьей заповеди, это послушание повеления, которое дал Иисус Христос. Потому что Он сказал «Сие творите». И если я не участвую в этом служении по какой-то причине, в этом я нарушаю Его волю, в этом я нарушаю Его повеление, потому что Его воля есть в том, чтобы мы это творили, эти виды моих служений, которые Он заповедал нам. И я знаю, что были трудные времена, когда верующие не могли так, как мы сегодня, это совершать служение. Они могли находиться в трудных обстоятельствах или даже в тюрьмах. Но я знаю, даже и в этих обстоятельствах они исполняли заповедь Иисуса Христа. Потому что Иисус сказал «Сие творите» – мое воспоминание. И я знаю, что многие люди, есть об этом свидетельство, что они совершали и в тюрьмах, и в других местах, может быть, не в таких условиях, и не имея всего необходимого для этого, но они исполняли заповедь Иисуса Христа. И это приносило благословение, их обстоятельства, их жизнь. И второе, что здесь повторяется дважды, Он говорит «Се творите в мое воспоминание». И когда здесь написано слово «воспоминание», оно не просто имеет значение того, чтобы просто не забыть об этом, или помнить, или сохранить какую-то память об этом событии. Но когда здесь говорится о «в моем воспоминании», здесь имеется в виду, что как бы заново пережить то, что было совершено в эту ночь. Заново пережить и понять, что на самом деле происходило там в Горнице, в Ессимании, в дворе Пилата, или в Ирода, или в этом пути от Иерусалима на Голгофу. Это значит «воспоминание», потому что воспоминание – это является одной из условий достойного участия. Потому что здесь, я очень кратко обращу внимание на четыре основных условия достойного участия. Но первое, о чем Иисус сказал, это «Се творите в мое воспоминание». И каждый раз, когда мы совершаем это служение, мы стараемся не только вернуться к эти события, которые были там, но понять, какая цена была заплачена за наше спасение, что там произошло. Действительно, может быть, это больше наших возможностей. Мы, может, до конца никогда на этой земле не познаем всю цену, которая была заплачена. Но это правильно, когда мы начинаем об этом размышлять, когда мы начинаем осознавать, какой мы были в ситуации безысходности, были в ситуации погибели, но что сделал Бог для того, чтобы ты и я сегодня были достойными участниками этого служения и были достойными участниками неба. И это первое условие, о чем говорит Слово Божье. Второе, очень кратко, только хочу напомнить, о чем говорит здесь Слово Божье. Это 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы этих хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Я знаю, что смерть Его, она была настоящей смертью. И, может быть, если вы как-то интересовались, есть разные ереси и лжевучения, что, может быть, это Он был оморок, это, может быть, была не настоящая смерть, но у Него смерть была настоящая. И многие люди, которые были на Голгофе, они об этом свидетельствуют. И, может быть, самым ярким свидетельством является то, что когда этот римский воин, он пробил ему ребро, у него вытекла кровь и вода. Это самое, может быть, яркое свидетельство, которое подтверждает тот факт, что Он был по-настоящему мертвый. И Его смерть была настоящая. Но я скажу, что Его воскресенье было тоже настоящим, слава Богу. Потому что Он был истинным, истинно был мертвым, но также Его истинно воскрес для Твоего и моего оправдания. И сегодня мы не стыдимся сказать, что Он был мертвый, потому что это не было Его поражением, но это была Его победа над грехом, над властью смерти. И это Твоя и моя победа. Поэтому возвещая Его смерти, мы не как-то так умолчим, ну, да, на самом деле Он умер, но Он умер ради тебя и ради меня, для того, чтобы воскреснуть, для Твоего и моего оправдания. Поэтому сегодня участвовать в служении, мы возвещать Его смерть. И мы это делаем с сознанием того, что это Он сделал для тебя и для меня. Потому что Он мог действительно вечно жить, потому что Он никогда не сделал никакого греха. Он единственный, кто имел право, законное право вечно жить, даже на этой земле, потому что Он не сделал никакого греха. Но Он добровольно взял на себя грех, и поэтому Он, взявший грех, Он умер, чтобы понести Твои и мои грехи, и мы имели сегодня победу и свободу. Поэтому сегодня мы возвещаем это перед друг другом, мы это возвещаем перед церковью, мы возвещаем перед людьми, но сегодня наше участие оно возвещает и в том числе и перед всем духовным миром, что мы чтим смерть Иисуса Христа. Мы имеем, подаем огромное значение, оно имеет в нашей жизни, и мы проставляем Его за этот подвиг, потому что это сделал Он ради тебя и для меня. Третье очень важное условие для достойного участия, это 29 стих. «Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Я знаю, что многие вещи мы можем делать просто по привычке, многие вещи мы можем участвовать просто за компанию, многие вещи мы можем делать только потому, что другие делают, или только такие обычаи, такие правила в церкви или в другом месте. Но это не является благословенным участием в этом служении. Если мы сегодня желаем быть достойными и благословенным участием в этом служении, то одно из условий заключается в том, что мы должны рассуждать о теле Господне, потому что это есть Слово Божие, это есть одно из условий благословенного участия. И апостол Павел к евреям пишет, помыслите о претерпевшем, такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И наш разум, он должен участвовать в этом служении. Я скажу немножко, другое, ниже, но весь человек должен участвовать, не только наше тело, не только наш разум, но также наше чувство, наша совесть, наша память, все наше естество должно участвовать в этом служении. Потому что только вот такое участие, оно приносит благословение. Если мы участвуем только нашим телом, только протягиваем наши руки, только вкушают наши уста, только мы ощущаем этот вкус хлеба и вина, это не принесет благословение в нашу жизнь, в наше служение. Но когда мы оставим вше сердце, и участвует весь наш человек, наш дух, душа и тело, наш разум, воля и чувства, наша память, наша совесть в этом участвует, то такое участие, оно приносит благословение в нашу жизнь. И здесь апостол Павел обращает внимание, что одно из условий благословенного участия, это тогда, когда мы рассуждаем о теле Господнем. Поэтому сегодня у нас есть еще короткое время, и мы должны это делать во время этого служения, рассуждать о теле Господнем, о том, что произошло там, какое-то имеет значение. Потому что иногда, может быть, даже находясь в Доме Божьем, наш разум может занять какими-то посторонними вещами. Не знаю, как вы, может быть, вас это никогда не было, но я бывал, когда я ловил себя на мысли, что мы мысли заняты чем-то другим, может быть, чем-то даже хорошим и правильным, но не тем, что нужно думать в этот момент. Поэтому давайте сегодня мы будем направлять наши мысли и наш разум на то, что происходит здесь, на то, что происходило там в Евсимане, на то, что происходило там с Иисусом Христом. Потому что вот такое участие наше разумо, оно дает нам право быть достойными участниками. Потому что если разум наш не участвует, то мы не полностью участвуем в этом служении. Но сегодня все наше внимание, все наше естество, мы должны сосредоточиться на это служение. И в этом есть наше благословение. Потому что это не есть просто какая-то форма или какой-то ритуал, или какой-то обычай. Хотя это действительно есть и заповедь Иисуса Христа. Но мы понимаем, что никакой обряд и никакой обычай он не приносит благословение. Только реальное общение с Богом, оно приносит благословение. И сегодня давайте мы настроим наше сердце на реальное общение с Ним. через это видимое служение, но на реальное общение с Ним, не просто как бы отбыть какое-то время, но на реальное общение с Ним. И Бог этого хочет. Я знаю, что разные причины, может быть, почему у нас было, или разные, почему по-разному мы переживали благословение, потому что у нас было разное отношение, разный настрой. И есть у нас поверхностное настроение, поверхностное отношение – это недостойное участие. Но, мало того, это не только не приносит благословение, но это не мое мнение даже, не мои слова, но недостойное участие, оно даже приносит осуждение в нашу жизнь. И я не хочу, чтобы кого-то как бы обращать этим или пугать тем более, но это реальность Слова Божьего, и это реальность того, что происходит с нами, когда мы являемся недостойными участниками этого служения. Но у нас есть благая весть, которая заключается не только во всей Евангелии, но даже в этом отрывке Писания. И апостол Павел в 31 стихе говорит, «Ибо если бы мы судили себя, то не были бы судимы». Я знаю, что как бы мы ни готовились, так я скажу, может быть, вы не все меня сразу поймете, но нам нужно готовиться. И, ну, с другой стороны, нужно всегда быть готовым к этому служению. Хотя мы как-то пособны готовиться к этому служению, но, с другой стороны, как бы мы ни готовились, как бы мы ни старались жить святой жизнью, но мы должны понимать, что на уровне нашей праведности, нашей достоинств, мы никогда не будем достойными участниками этого служения. Вы согласны с этим? Потому что мы никогда не будем соответствовать уровню Божьей праведности, Божьей святости. И только единственная причина, почему мы можем быть достойными участниками, это потому, что Бог оправдывает нас, потому что кровь Его, она омывает нас от всякого греха. Но вы знаете, это не происходит автоматически, это не происходит одинаково со всеми и в одно время со всеми, но это происходит при выполнении этого четвертого условия благостырного счастья. Это происходит тогда, когда мы начинаем судить сами себя. Потому что, если бы мы сами судили себя, тогда мы не были бы судимы. Поэтому это очень важное условие. Потому что, если мы это не понимаем, я скажу на основании Слова Божьего, мы никогда не сможем быть достойными участниками этого служения. Только понимая то, что мы, насколько мы ограничены в своей праведности, насколько мы несостоятельны в своей праведности, только тогда, когда мы начинаем правильно давать оценку своим поступкам, своим действиям, своим пониманиям, и когда мы начинаем судить сами себя, тогда вступает в действие Божьей силы, Божья кровь, которая начинает очищать нас от всякого греха. Она начинает оправдывать нас, она начинает делать это достойным участникам этого служения. И апостол Иоанн говорит такие слова, «Если говорим, что не имеем греха, обманывай сами себя, если нет нас, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, если говорить, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет нам». Я знаю, что мы можем иногда много говорить, и здесь это слово повторяется несколько раз. Мы говорим, что у нас нет греха, мы правы, кто-то другой более виноват, мы не настолько плохие и так дальше. Но вы знаете, что, когда мы так говорим, то, может быть, мы никогда не задумывались, что этим мы даже еще умножаем наш грех. Потому что Слово Божие говорит, что если мы так говорим, то мы представляем его лживым, и слова Его нет нас, и истины нет нас, и мы обманываем сами себя. Поэтому, если вы так делали, если я так делал, если я говорил то, что, а я прав, а я был абсолютно прав в той или другой ситуации, я скажу, что абсолютно прав только Господь, только Он абсолютно прав. А мы все только относительно, и только благодаря Его правильности, а наша правильность, это просто как запачканная одежда. Но сегодня, это не время просто, чтобы мы занимались самооправданием себя в своем лице или в лице других людей, но это время, чтобы мы вынесли себе даже осуждение. И это сделать не ради кого-то, а ради самого себя, для того, чтобы мы были сегодня достойными участниками, для того, чтобы вступило действие Его кров, чтобы вступило действие Его оправдания. И я знаю, что сейчас, когда мы будем молиться, это будет очень важный момент в этой молитве, когда мы должны сами себе произнести суд, когда мы сами для себя должны назвать нашу жизнь, наши поступки, наши слова, наши действия правильным Божьим определением. И когда мы это сделаем, от этого зависит наше благословенное участие. И давайте мы не будем приукрашать себя, давайте мы не будем заниматься самооправданием, но примем правильное решение. Сегодня просто-напросто, просто покаяться перед Богом, если нужно, и перед человеком. Но я знаю, это служение, когда мы думаем о нем, оно в какой-то степени, я думаю, что Бог очень был премудр в своем плане, почему Он это сделал. И мы на все эти, почему только вечности, может быть, поймем и дадим ответ. Но я знаю, что одна из причин, почему Бог запретил это служение, я думаю, что это служение, в какой-то степени, оно как-то дисциплинирует нас. Может быть, бывало, как-то мы жили, какие-то делали поступки, какие-то слова, и как-то мы отлагживали, и решение этих проблем, может быть, на какой-то срок. Мы сделаем это, мы сделаем это на следующей неделе, мы сделаем это через пару дней, мы сделаем, мы покаемся, но, может быть, не сегодня мы это сделаем. Но я хочу сказать, если мы не сделаем это раньше, то в этот день, в этот час, это пришло время для того, чтобы мы совершили истинное покаяние перед Богом. Потому что мы стоим перед огромной Божией, святыней, и не достойно нашего участия, оно не принесет благословение в нашу жизнь. Но более того, оно принесет Божие наказание в нашу жизнь. Хотя, в том числе, может, и будет нашего блага, но все-таки это может быть Божьим наказанием. Но я знаю, что Бог сегодня не желает наказывать нас, но Бог желает благословлять нас сегодня. И это зависит прежде всего от нас, потому что как мы настраиваем себя. И если мы думаем, что кто-то более грешный, чем я, кто-то, может быть, более неправ, чем я, это не меняет абсолютно дело. Если я говорю, что я все-таки более прав, чем другой человек в той или другой ситуации, это ничего не меняет, потому что я все-таки неправ перед Богом. Потому что если я меряю по отношению мерки человеческой праведности, может быть, я могу себя в чем-то оправдать. Но если я меряю стандарты Божьей праведности, я понимаю, что я абсолютно неправ, потому что Божьи принципы и стандарты очень высоки. И я знаю, что мы лично несем ответственность за каждое наше слово. Мы лично несем ответственность за каждый наш поступок, за каждое наше действие. Потому что иногда мы думаем, что мы все грешные, мы все неправильные. Это правда. Но мы лично несем ответственность за свои личные поступки. Мы лично отвечаем за наши действия, слова и дела. Поэтому покаяние, оно не общее. Оно должно быть сегодня очень личное и очень конкретное. Потому что только конкретное покаяние несет конкретное прощение. И ваше мое участие в этом несет благословение. И здесь Слово Божие именно об этом говорит, потому что язык говорится раньше, что мы вместе как бы едим этот хлеб, но дальше говорит, что каждый из нас, кто будет есть хлеб или пить чашу сегодня достойно, да испытывает себя человек, здесь имеется в виду каждый из нас лично, потому что каждый из нас лично имеет ответственность. И Иисус, Он не только умер за все человечество, но Иисус Христос умер за каждого из нас. Иисус умер лично за тебя и за меня, чтобы ты и я лично, мы имели сегодня прощение, чтобы мы сегодня имели восстановление, мы сегодня имели лично имели исцеление, мы имели исцеление в наших отношениях, в наших домах, в наших семьях, поэтому должны наши личные действия. И мы сегодня будем лично искать Его присутствие и Его действия в этом месте, потому что Он здесь, потому что только личные отношения с Ним, они приводят изменение в нашу жизнь. Потому что если я просто буду верить, что Иисус умер за все человечество, это будет правда, но это ничего не дает мне лично. Но когда я верю и принимаю тот факт, что он умер лично за мои грехи, умер для моего оправдания, то тогда эта личная моя вера, мое личное исповедание, оно приводит в действие Божьего обетования. Поэтому сегодня мы сейчас будем молиться. Я только еще один стих почитаю перед нашей молитвой. Это Божье обетование, то, которое очень важно сегодня. Я продолжаю, или вернее, это было записано то, что выше, я ее просто пропустил. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение с друг другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И Иоанн в Евангелии пишет также другие слова. «Ядущий мой плоть и пьющий мой кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал он меня живой отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною». Мы сейчас будем молиться. И каждый из нас, хотя мы будем делать это вместе, кто-то захочет, он может прокладить колени, кто-то может стоять стоя, кто-то захочет, может прийти все наперед, чтобы за него помолить, чтобы сегодня, каждый из нас, мы не были просто участниками этого служения, но мы были все достойные и благословенны участниками этого служения. И сегодня это зависит от моего и вашего решения, от моего и вашего исповедания, от моего и вашего действия, которое Бог ожидает от каждого из нас. Но это должно быть личное, мое общение с Ним сейчас. И когда вся церковь будет молиться, я буду лично искать Его, я буду лично перед Ним просить прощения, я буду лично перед Ним каяться, я буду лично искать Его лица. И я думаю, что вы также это будете делать лично. Потому что апостол Павел сказал, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Он имел личное откровение, он имел личную встречу и личное общение. Поэтому сейчас давайте мы все представим сейчас для этой молитвы. И мы будем лично преклоняться перед ним сейчас. Мы будем искренне перед ним сегодня. И давайте мы скажем этот суд сами себе. Потому что этот суд, он прозвучит. Но Бог дает право сегодня каждому из нас первым произвести этот суд лично в свой адрес. И вы знаете, что произойдет тогда, когда я лично скажу, что я виноват перед тобой, Господь. Когда вы скажете, Господь, я виноват перед тобой, мои слова не были правильные, мои действия были неправильные, мои поступки были неправильные, мои отношения были неправильные. Я знаю, что если вы будете мистер перед Богом, И когда вы прийдете в Его присутствие, в Его свет, вы увидите, где вам нужно покаяться. Я увижу, где мне нужно будет покаяться. Потому что, когда приходит Его свет, тогда открывается все тайное, все такое серое, оно становится явным. И я знаю, когда это будет, то сегодня ты и я, мы имеем вечную ответственность, когда Господь, прости меня, я нуждаюсь в Твоем прощении, я нуждаюсь в Действии Твоей крови, я нуждаюсь в Твоем восстановлении. Поэтому во имя Иисуса я прошу вас, будьте искренни сегодня друг перед другом и будьте искренни перед Богом. Поэтому я приглашаю, если вы нуждаетесь в этой молитве сегодня, чтобы за вас церковь помолилась, может быть, даже при этом Божьей, вы уже осуждали себя, и вы видели, что вы недостойный участник, и вы понимали, что вы не сможете быть достойным участником. Но я хочу сегодня еще раз, еще раз сказать вам, у нас есть благая весть. Потому что, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, празднит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому давайте мы закроем наши глаза и будем молиться, будем искать Его лица и Его присутствия, молимся. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Мы пришли к Тебе сейчас, Господь! Аллилуйя! И Ты знал нашу жизнь, Господь! Ты знаешь, на сегодня, и мы не празднуем себя на Бога, Господь! Мы ищем, Господь, Твоя лица, и мы приходим к Тебе такие, как и есть, и мы говорим Тебе, Господь, прости меня, прости меня за все несостоятельность, здесь все несущество, здесь Тебе, Господь, не то, что он был правил, все должно быть соответственно Тебе, и за Тебе стандартно. Мы прошу Тебя, Господь, аллилуйя, 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 аллилуйя. Вообще, Господи, Бог. Аллилуйя, Господь! Господь, мы стоим и по Тебе сейчас. и знаю если есть ваша совершенно ты видишь то что мы можем быть и видим то что мы на что мы закрываем глаза господь но ты видишь нас такими как мы и самым деревьев спать и наша цель ваша желает и весь себя таким как ты вишь ты на сегодня господь потому что твои ночи они проникают до самой глубины каждого сердца господь и даже тоже какая-то в мрахе абсолютно открыто для тебя господь Поэтому мы даже не пытаемся, Господь, оправдываться перед Тобой. Мы даже не пытаемся склеить что-то от Тебя, Господь. Но такие, как и есть, Господь, такие, как и есть, мы приходим к Тебе, Господь. И мы говорим Тебе, Господь, прости нас, покрой Твоей кровью, Господь. Помашь косяки нашего сердца, Господь. Все наши неправильные мысли, все наши неправильные поступки, дела и слова. Да будь помашь Твоей кровью, Господь. Потому что это только условие нашей достойного счастья. и наша самоправедность и наши господь достойные участия господь наши усилия это не будет достаточно господь но туда когда ты помазываешь нас господь когда ты покрываешь когда ты прощаешь господь когда кровь твоя господь она очищает от всякого греха господь только через это и только таким образом господь сегодня мы имеем дерзовение прийти и зайти в присутствие господь только чувствую кровь господь через твой оправдание господь честный день этой благодати господь Мы приходим и мы начинаем участвовать в этом служении. Мы можем прикасаться к этой святыне, Господь. И знаем, что мы не будем поражены, Господь. И знаем, что мы не будем сошли, Господь. Потому что кровь Твоя, Господь, очищает нас. Кровь Твоя удостаивает нас, Господь. И мы нуждаемся в этом действии. Мы нуждаемся в этой действии в Твоей крови и в действии в Твоей благодати, Господь. Поэтому я прошу Тебя, Господь, коснись каждого сердца, Господь. Чтобы мы были достойными участниками. Чтобы и наш разум, и наша воля, и наши чувства, Господь. И наша совесть, Господь, и наша память, Господь, они участвовали, Господь, в этом служении. Потому что, когда Ты страдал, Господь, эти страдания, эти муки, они касались всего Тебя, Господь. И Твою разум, и Твоих чувств, Господь, и Твоей души, и тело, Господь. И поэтому через Твое страдание, через Твое участие, Господь, мы имеем полное исцеление, Господь. Мы имеем полное восстановление, Господь, во всех сферах нашей жизни, Господь. И мы верой принимаем это. Мы верой приходим к этому служению, Господь. и в веры благодарил тебя за это господь вы благодарите стою вечно твое благодать господь за это великое служение которые перед нами господь за детстве твоей крови господь то что ты пришел сюда господь ты удостаешь на своим своим присутствуем твоему счастье господь и мы верим что сегодня господь через руки братьев ты soprano бюджетах хлеб господь ты сам подойдешь каждого из нас стару скажешь лично каждый наш адрес твоя слова ободрение утешения для слова утешение господь твое слово оправдали господь исчезает об и путь и благословение через это получит его исцеление господь ляши души души и духа господь и нашего тела поэтому господь когда ты приходишь господь ты совершаешь свое служение я знаю ты пришел это место чтобы совершить свое служение господь приготовь наше сердце к спать к этому служению приготовь господь и ты благословишь нас господь и мы верим господь что каждый из нас мы не будем просто участие это служение какие-то пассивными или безразличными но будем активными Господь, потому что все наши сердца все наши мания в этом служении я знаю, Господь, мы будем достойными участниками, потому что Ты это сделаешь для нашего блага и для Твоей славы и Ты будешь Тебе ослабить наш Бог, Отец и Дух Святой Аминь Я прошу, постареем, братья, подойди сюда Вот наступают дни, говорит Господь когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день когда взял их за руку, чтобы вывести их земли египетской тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней говорит Господь вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом они будут моим народом и уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить познайте Господа ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомину более аллилуйя вы можете со мной повторить сегодня я вспоминаю страдания Иисуса Христа сегодня я приобщаюсь к святой крови и телу ломимого для оправдания для благословения для жизни аминь что я прощу беззакония 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 как мы пока Ибо я от самого Господа принял тот, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, в смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Благословен Ты, Отец наш Небесный, благословивший нас всяким небесным благословением свыше, явивший милость свою для нас, пославший на землю Сына Своего Единородного, чтобы Его смертью и воскресением оправдать многих, в том числе каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь. Сегодняшний день сотворил Ты, и Ты дал нам возможность приобщаться к святыне с благоговением и смирением души. Приходим к Тебе, Господь, и осознаем, что если бы не милость Твоя, мы все погибли бы. Мы были грешники, не имеющие надежды. Но сегодня спасением Твоим радуемся. Сегодня милости Твои облагодетельствованы. Сегодня мы имеем жизнь и жизнь с избытком. Слава Тебе! За всю благодарность Тебе! Пусть это служение будет служением воспоминаний и служением благодарности и благоговения. Во имя Иисуса Христа! Аминь! Слава Тебе! Но что, Боже, из Теби О, ничто лишь кровь Иисуса! Как дорогая струя, обыщая меня, Как дорога струя, обыщая меня, а а а листом он и что лишь кровь и с а он и что а а с а на а а а а а а а из-за а меня из-за и я из-за а а крючка крючка а а а вся Война ищи, война ищи, война ищи, война ищи. Война ищи, война ищи, война ищи, война ищи. Война ищи, война ищи, война ищи, война ищи, война ищи, война ищи, война ищи. Война ищи, война ищи, война ищи, война ищи, война ищи, война ищи, война ищи. В ночь, когда ты предан был, Ты вся хрень. Воздав славу, прелавил и сказал, Вот это тело самославило. Когда едите, вспомнил ли я? Вот это тело самославило. Когда едите, вспомнил ли я? В ночь, когда ты предан был, Ты вся хрень. Воздав славу, прелавил и сказал, Вот это тело самославило. Когда едите, вспомнил меня. Вот это тело самославило. Когда едите, вспомнил ли я? Вот это тело самославило. Когда едите, вспомнил ли я? Вот это тело, вот это тело, Вот это тело самославило. Слава славило. Слава славило. Слава славило. Когда едите, вспомнил ли я? Когда едите, вспомнил ли я? Субтитры делал DimaTorzok 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 Я прошу церковь представь Также и чашу после вечерей сказал Сия чаша есть новый завет в моей крови Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание Это чаша нового завета Это чаша крови Сына Божьего Она есть вино и останется Но веруя в Сына Божия и принимая участие в этой чаше Мы даем возможность крови Иисуса Христа действовать в нас А вот же Это символ его крови А реальная кровь была пролита там на Голгофском кресте Однажды И навсегда И она настолько сильная И она настолько сильная Что всякий приходящий к Нему К Богу Имеет право омыться в этой крови В его крови жизнь наша Будем с благовением участвовать в этой трапезе Господня Благословен наш Отец Небесный И благословен наш жертва за грехи и умилостивления наши И благословен тот, который висел на Голгофском кресте Который в тяжелых муках умирая Молил Отца Чтобы он не уменил греха Благословен Благословен наш Отец Небесный И кровь сегодня действует Во спасение многих людей С благоговением А вот же С благоговением и трепетом я прихожу к этому служению И абсолютно всецело и полностью Соглашаясь, понимая Что если бы эта кровь не пролилась Я не имел никакой надежды на спасение Но сегодня милостью Твоей Спасенный омытый Я и дом мой И всякий верующий в Тебя Имеет спасение, жизнь вечную И пусть это служение Будет Тебе в радость А нам благословение Во имя Иисуса Христа Аминь Пожалуйста, присядьте Служители подойдут к вам И вы, те, кто имеет право участвовать Вы привстанете и возьмете одну чашу И с благоговением примете Во имя искупившего вас И Божье благословение Он наполнит ваше сердце А воочию Вы будете иметь жизнь в себе в большей мере Чем до сегодняшнего дня Вы установите чашу на ее место И совершив краткую молитву Вы займете свое место А я благословляю и воодушевляю вас Иисус здесь Я хочу вам торжественно объявить Что Дух Святой По своему вернейшему обетованию здесь Дух Святой здесь Слава Богу И мы присутствуем вечного Бога Радуйтесь, дети Божьи Это наша поддержка Аллилуйя Пожалуйста, братья Кровь Христа Падает на землю Падает на землю Кровь Христа Кровь Христа Падает на землю Падает на землю Кровь Христа Кровь Христа Этой кровью я бы И освобожден Этой кровью исцелен И ей же спасен Иисус и нас за мной И освобожден Этой кровью исцелен И ей же спасен И освобожден Иисус и нас за мной Иисус и нас за мной Кровь Христа Кровь Христа Падает на землю Падает на землю Падает на землю Кровь Христа Падает на землю И освобожден 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 О, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Твое исцеление течет сегодня, Аллилуйя, прощение Твое, сила крови Иисуса, обновление Твое, Аллилуйя, новые силы, новая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 за тело ломимое слава тебе мы благодарим тебя господи и принимай участие твоих страдания мы ожидаем и верим что мы будем участниками твоей славы который откроется вскоре аллилуйя аминь да и а 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 и сами прекрасный бог Слава Иисусу! Мы так должны быть благодарны, мы так должны быть искренни в хвале Ему. Поэтому еще раз скажем Аллилуйя Ему и Слава Ему! Аллилуйя! Пастор Дима во время проповеди сказал одну такую мысль, что смерть Господа нашего Иисуса Христа была реальна. Друзья, и доказательством того это уничтожение наших грехов, наши грехи также реальны, с ними реально окончена смертью Господа Иисуса Христа. Мы много раз чувствуем, когда мы каемся, когда мы исповедуем грехи, мы чувствуем абсолютную свободу, потому что они умерли там вместе со Христом, они уничтожены. Поэтому, как благодарны мы должны быть Господу нашему! Друзья, люди живут с грузом годами, они делают ошибки, грехи, не знают, как расстаться с угрызением совести, с чувством осуждения, но мы свободны, мы свободны. Эту свободу дал нам Иисус, слава Ему! Автор послания к евреям говорит в 13 главе, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя так, что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Друзья, я оставляю вам вот это слово, Господь твой и мой помощник, ибо Он Сам сказал, не оставит тебя. Знай, наступит завтра, послезавтра, Господь твой помощник везде и всегда. Он не оставит тебя. Что бы ни было, в каких бы обстоятельствах и в какой бы обстановке ни был ты, Бог твой помощник. Давайте встанем и призовем Его имя на эту жертву. Господь, мы приносим сейчас эти деньги, и пусть же Твое благословение, оно ляжет, Господь, как печать на жизни людей. Я призываю Твою благодать в бизнес, в работу, во всякое дело, Господь, от которых мы имеем финансы и деньги. Благослови, Господь, устрои, помоги, дай Господю веру, ибо Ты Сам сказал, не оставлю тебя. И поэтому мы говорим, Ты наш помощник, Ты наше убежище, Аллилуйя. Не убоимся никаких обстоятельств, потому что Ты с нами. И поэтому мы говорим честь Тебе, и слава, и благодарение, и хвала во веки веков. Аминь. Друзья, наше служение подходит к концу, но мы еще, наше служение не закончилось, потому что сейчас у нас будут еще две молитвы, и потом будут уже объявления. Итак, сейчас я приглашаю сюда Мельничук Сергей, Мельничук Вита, и чтобы они принесли сюда с собой своего сына Тимоти. Правильно я назвал, да? Тимофей, пожалуйста, выходите. А также Мельничук Павел, Мельничук Оксана и их дочь София. Пожалуйста, приходите сюда, мы будем совершать молитвы сейчас за детей. Тимофей, второе имя? Тимофей, Сухи. Субтитры делал DimaTorzok Вот это Тимофей, а вот это София, да? Чтобы я не спутал. Удивительно, два родных брата, и в один день такой распорядок у них. Слава Богу, мне очень приятно всегда, когда приносят младенца в Дом Божий. Я имею благословение сотни и сотни детей благословить в своей жизни. Я хочу вам сказать, что Богу приятно, когда люди рождаются на земле. Это Он так задумал. Это Его творение. И Он сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому это прямое указание Господа. Эти прекрасные люди, красивые. Я думаю, у них дети тоже будут красивые. И причем хористы оба. Понимаете? Все четверо хористы, и еще два добавилось. Наш хор растет. Пока двое будут петь не по нотам. Поток вырос. Как? Поток вырос. Поток, да. Потоки мощные устремляются. На полдень. Слава Богу. Вот наследие от Господа, дети. Это говорит Библия. Наследие от Господа. Наследие от Господа. Как людям нравится получать что-то по наследству. Вы не обратили внимания? Ну, хоть что-то. Это от отца, это от мамы. По наследству досталось. И люди вспоминают. Это вещь. Это еще папа с мамой. У меня на стене дома висит фотографии моего отца и мамы. Когда они были жених и невеста. Когда они в своем платье стояли. Она такая старая рамка. Сколько она переезжала, эта рамка. Сколько она уже ободрана. Но она имеет свою красоту. Я ценю, я дорожу этим. И пусть смотрят мои внуки. И пусть их дети смотрят. Наследие от Господа. Вот это наследие от Господа. Цените. Это наследство нашего отца. Вы получили в наследство. На временное, конечно, назначение родителей. А потом вы сдадите свои полномочия. Потому что в Царстве Небесном один у нас Отец Небесный. И то, что вы родили. И то, что вы взрастите. Это будет благословение ваше на веки и веки. Церковь. Я побуждаю всех людей, молодых людей, которые особенно уже 30 лет, вступать в брак. Рождать детей. Это по Писанию. Абсолютно по Писанию. Потому что еще немножко, и вы уже не будете рождать детей. Бесполезно вступать в брак. А я побуждаю вас. По Писанию живите. Наша Церковь имеет прекрасные возможности. Простить открытое сердце. Венчать. Правда? Благословлять. У нас все для этого есть. Желание, помещение, возможности. Будьте благословены. Я, пользуясь случаем, воодушевляю вас на добрые, богоугодные дела. А сейчас мы будем благословлять. Пожалуйста, помогите мне. У меня сегодня нагрузка. Так, выделились сильнейшего. Вся Церковь. Мы сейчас встанем и единодушно скажем слова благословения, которые нам так нравится говорить, о которых написано, «Сказал Господь Моисею, сказал Господь Моисею, скажи Аарону, скажи Аарону, скажи его сыновьям, так благословляйте сынов Израилю, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя Мое на сынов Израилевых и я благословлю их. Аминь. Бог обязательно благословит их. Аллилуйя. Давай, София. Дмитрий Иванович, пожалуйста, ты первый, соверши молитву. Вот микрофон. Иди сюда ближе, пожалуйста. Это казаны, да? Да. Будем молиться. Господь, мы приносим этот Твой подарок, который подарили чудесным семьям, Господь. Сихнее право, сихнее решение Твое лицо и В�ио руки, Господь. Мы просим тебя благословей, Господь. Благослови Тимофея, Господь. Всени его жизни, Господь. Да будет по Твоей защите и охраной. Будет они благословены от Тебя и Тобой, Господь. Да он познает Тебя как свой личный спаситель, Господь. И я знаю, чисто это привело благословение его жизнь, Господь. Поэтому благослови все это дома за семью родителей, Господь, чтобы они воспитали его в Твоем Духе, Господь, и познание Тебя. А мы как церковь Твоя благословляем, Господь, и мы приносим Твое имя, и это будешь Ты, простой наш Бог, Отечественный Дух Святой. Аминь. Аминь. Эту чудесную девочку, Господь, я благословляю именем Твоим. Ты дал ей жизнь, дал ей все для жизни, дал ей замечательную семью, в которой она будет расти, воспитываться. Она узнает Тебя, она будет поклоняться Тебе. Ты дашь ей хлеб на суши на каждый день, я знаю, Господь. Ты дашь ей оградуя охрану днем и ночью, я знаю, у Тебя есть ангел, который будет охранять ее, и да не приключится ей никакого зла. Никакая болезнь и несчастье не постигнет ее. Да будет она радостью и украшением для Тебя, Господь. Да будет этот цветок, который будет радовать глаза Твои обоочию. Да будет эта девочка радостью для ее мамы и отца, для церкви. Ау, воочию, аллинуя. Да будет она добрым человеком, который принесет доброе на эту землю. И через нее ты прославишься, ау, воочию. Я благословляю, я благословляю этих обоих детей, я благословляю их родителей, их семьи, дома благословением Твоим. Вся церковь наша сейчас благословляет их, Господь. О, все Твои сыновья и дочери благословляют, а Ты благослови их за это, Господь, что они благословляют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поздравляю вас, чудесная девочка. Если все члены церкви были такие послушные, как она, лежит и никаких проблем. Пожалуйста, присядьте. Поздравляю вас, чудесная девочка.